Депутаты и почётные граждане Анапы, главы сельских округов и сотрудники правоохранительных органов, представители общественных организаций и ТОСов, в зале городского театра практически не осталось свободных мест. На повестке дня вопрос отчёт председателя Законодательного собрания края о проделанной работе регионального парламента за последние пять лет. Как доложил Юрий Бурлачко, за это время депутаты провели более 70 заседаний и приняли порядка 4000 правовых актов. Одним из важнейших решений стало принятие стратегии социально-экономического развития Кубани вплоть до 2030 года. Искренне считаю, что нашему с вами городу очень повезло. Юрий Александрович наш надёжный друг и очень частый гость на нашей Анапской земле, причём не гость, а наш с вами родной земляк. Столько, сколько Юрий Александрович сделал за пять лет при своём личном участии, при поддержке всего Законодательного собрания. Он прекрасно знает все наши достижения, наши проблемы, сильные и слабые стороны. И, конечно, и вся Большая Анапа, и все мы, её жители, постоянно ощущаем очень мощную поддержку со стороны всего ЗСК и его руководителей. Огромное внимание оказывается не только нашей титульной отрасли санаторно-курортной, но и социальным вопросом поддержки жителей. Хотел бы здесь от всех анапчан выразить вам огромные слова благодарности, вам лично, всему депутатскому корпусу Законодательного собрания, нашему губернатору Вениамину Ивановичу Кондратьеву, всему правительству нашего региона. Потому что мы все вместе, все вместе, и будьте в этом уверены, Юрий Александрович, все, кто сидят в этом зале, и в целом вся наша Большая Анапа, это одна единая команда. Стратегия социально-экономического развития определила ориентиры и направления в социальной сфере, а также всех отраслях экономики, в частности, агропромышленном комплексе. В регионе ведется активное расширение площадей виноградников, стимулируется развитие виноградовства и виноделия в малых формах хозяйствования. Новые насаждения за эти годы появились и на территории города-курорта Анапа. А в целом, ну, последние три года минимум полторы тысячи гектар новых виноградников вводится на территории государского края. Отдельные слова благодарности за законы о виноградовстве и виноделии. Это одна из серьезнейших сегодня набирающих оборот отраслей для всего нашего региона, ну и для Анапы в частности. У нас сегодня освоенных порядка чуть менее пяти тысяч гектаров уже под виноградниками. Нет уже свободной земли, которая бы сегодня находилась вот в непонятной своей перспективе. Более тридцати тысяч гектаров мы зафиксировали в генплане исключительно под виноградовство и виноделие. Тоже в развитие и федерального закона, который принимался, и в развитие нашего регионального закона. Впрочем, Анапа в первую очередь курортный город и всероссийская детская здравница. Ежегодно здесь отдыхают несколько миллионов туристов со всей России. А в этом сезоне местные лагеря планируют принять более ста тысяч ребят. На особом контроле находилось положение детских здравниц. В этой связи в апреле был принят закон о продлении действия пониженной ставки по налогу на имущество организации. Это позволит нам поддерживать отрасль, которая по своей специфике обладает относительно невысокой доходностью, но большой социальной значимостью. В период работы шестого созыва был начат эксперимент по внедрению курортного сбора. Депутаты ЗСК обеспечили формирование соответствующей законодательной базы, что позволило ускорить процесс благоустройства курортных территорий, облагородить отдельные зоны побережья и предгорных здравниц. За прошлый год было собрано порядка 165 миллионов рублей. По итогам 2021 года муниципальным образованием город-курорт Анапа освоено на мероприятие по благоустройству более 30,5 миллионов рублей. Поддержку со стороны законодательного собрания Анапа получила и во время принятия нового генерального плана. Главный градостроительный документ призван упорядочить застройку на Черноморском побережье. На эту проблему несколько лет назад обратили внимание и в региональном парламенте. Депутаты приняли законопроект, который установил запретную зону для возведения многоквартирных домов возле моря. 500 метров. Это была жесткая принципиальная позиция Юрия Саныча, губернатора нашего Вениаминовича Кондратьева. Как раз таки исключительно нацеленная на то, чтобы дать возможность нашим курортам сохраниться и в будущем развиваться. Поэтому запрет любого многоквартирного строительства в этой 500 метровой зоне, мы его максимально сегодня тоже отстаиваем здесь, Юрий Александрович. И в генплане мы внесли соответствующие границы и удаленность на эту 500 метровую зону. В рамках доклада у участников встречи появилась возможность задать свои вопросы председателю Заксобрания края. Анапчан интересовало развитие социальной сферы, обустройство зелёных зон и ремонт медицинских учреждений. Как отметил Юрий Бурлачко, сейчас на курорте идёт строительство сразу трёх школ, двух детсадов филиала МФЦ, новых парков и скверов. Завершило мероприятие церемония награждения руководителей органов ТОС памятными знаками Краевого законодательного собрания за активное участие в территориальном общественном самоуправлении. Ими отметили 12 анапчан.